а вот сказано что если брат согрешит против тебя прости ему и покаяться прости ему 7 раз согрешит 7 раз прости ему а что получается если он тебя не просит прощения то и не прощать что ли обижаться на него это я вот это понять не могу ну это то другая дело что просит так чтобы не имели ничего а если он не нуждается я как к нему пойду я тебя прощаю но можешь сказать так но тут именно тот момент когда это сказать самое такое легкое состояние он приходит и просит а мы должны помнить уже на вторую ступень перейти когда и не просит мы даже молиться до того который на нас ракету запустит через океан прости ему господи если можно вот так ну то есть все равно это это речь не об обиде а это просто когда тебя просят и должен это простить в любом случае так но про обиду держать а то бывает и просит и не прощаю я пока не умру никому не прощу я у меня встречались такие люди если что-то будет где-то я узнаю я тебя на том свете найду но это уже прям готовы из христианства выпасть полностью они ничего не прощают и болеют у них срывы здоровье рак там что-то такое потому что в этом напряге они не могут жить у него неправильно кровь кровь течет неправильно мышцы работает у него все неверное а когда ты ничего не имеешь ты свободен у тебя радостно и радость твоя продляет тебе жизнь это уже доказано медиками когда ничего не имеешь у тебя враги есть это враги которые считаются врагами а для меня их нету я их молюсь каждый день чтобы их безумие бог не помянул на суде божием все